Скажу задачу, которая мне просто очень нравится. По этим личным соображениям. Потому что, когда я был школьником, то я ее сам придумал. Правда, до этого она была, что и в науке придумал, но я этого не знал. Решил и был очень рад. В науке это называется задача Пурана. О графах без каких-то подграфов. Ну, например, чтобы в графе не было ни одного четырехугольника. Или в графе не было бы ни одного треугольника. Или в графе не было бы ни одного ребра. Вот давайте начнем с такой замечательной задачи. Скажите, пожалуйста, какое наибольшее количество ребер-графия, если в нем нет ни одного ребра? Ну, молодцы, решили задать. А вот теперь, какое наибольшее количество ребер-графия, если там нет двух ребер с одной решением? это посложнее но тоже легко и англии на 2 молодец но не совсем на 2 точнее если в графе нет двух ревер с одной вершиной то вот как вообще выглядит репро 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 так замечательно сколько ему удается максимально бесконечно ну нет если у нас n вершин то n попало а если n нечетная то надо наоборот не минус отлично а вот теперь чуть-чуть меняем эту задачу и она становится настоящим интересным граф без треугольника какое наибольшее количество ревер может быть в графе если там нельзя выбрать три вершины чтобы каждый глаз между прочим еще интереснее эта задача становится если граф без графа качки к 4 это четыре точки каждая семена скажет это много интереснее вот сейчас без трубы давайте давайте мы создали такую табличку здесь будет число n здесь будет число n и для маленьких чисел мы напишем если одна вершина 2 вершины 1 3 вершины 2 вершины 4 вершины 4 вершины 4 вершины а треугольников нет 4 надо провести вот так больше уже нельзя но давайте строго докажем и на них 5 ребер скажите сколько всему ребер это значит не провели одно ну отлично давайте самое непровиденное например вот это не проведено замечательно но тогда вот эти все такие проведены ну и на самом этаже это даже два треугольника так теперь 5 6 7 давайте пожалуйста скажите мне ответ задаем количество вершин и после этого спрашиваем себя какое наибольшее количество ребер можно провести 5 5 5 5 ответ не верю то есть вы конечно травы у меня получилось 6 вот молодец а как 6 получилось вот так вот нарисуйте да просто вы нарисуйте досне нарисовать отлично кстати как обозначается этот графф игрок я не зря я говорю слоток из пизоморфизм нарисован только странным образом но вообще-то не так много граффучили у нас было в значении ценное для статического графа у нас было в значении к н для полного графа на решение и к л м для графа в котором есть в одной же компоненте или зубы компоненте и так вот как живут это один из наших стандартных граффудов это один из наших стандартных граффудов не может узнать молодец это К2-3 а почему покажите какие из двух точек соединены с каждой из остальных трех точек эти соединены с каждой из этих трех точек соединены с этими да и остальные три тоже соединены с этими значит как его зовут? К2-1 Абсолютно неожиданно все поняли? для 6-ти так для 9 молодец и как зовут тот граффуд? К3-3 отлично отлично для 6-ти 9 а для 7-ти? сейчас 12-ти 12-ти молодец К3-4 совершенно верно а для 8-ми это уже будет 16-ти отлично давайте я для 8-ми нарисую для 8-ми это будет граф К4-4 надо взять 4 точки другие 4 точки и соединить каждую из верхних понятно? мне даже надоело что соединяешься но в общем понятно и последний минус и последний минус а там 9 вершин уже 20 будет совершенно верно а как это записать формулы? а как это записать формулы? для 8-ми 16-ти для 9-ти 20-ти для 10-ти 25-ти для 11-ти 30-ти и так далее как это записать формулы? для числа n это будет? ну для четного n делить на 2 нет, n делить на 2 в квадрате смотрите, это надо взять верхнюю целую часть n пополам умножить на нижнюю то есть надо число n разделить на 2 половинки а почему в первом варианте сколько только наверху? потому что это верхняя целая часть это то же самое, что и целая нижняя целая часть это то же самое, что и обычная целая ну господа давайте запишем значит, если число n это 2 умножить на какое-то неправильное число то ответ это k в квадрате так? да а если число n это 2k плюс 1 то ответ? ответ k умножить на k плюс 1 а если скобки раскрыть то что будет? k в квадрате плюс k отлично ну а теперь задача запишите эту формулу используя знак целой части 1 плюс 1 я фактически написал здесь ну вот здесь вот взял верхнюю целую часть а здесь ничтую целую часть перемножить можно ли было написать формулу как-то еще симпатичнее вот представьте себе, что за использование целой части сменяют 100 рублей а арифметические операции бесплатные тогда вот эта формула мне обойдется в 200 рублей я здесь должен убрать верхнюю целую часть здесь нижнюю целую часть можно убрать а исхитриться здесь написать n минус целая часть да? можно а еще можно еще красивее чтобы вообще не было число да подсказка можно нижнюю целую часть подсказка пожалуйста в этой таблице заведите еще один столб n квадрат честное слово легко сделать легко сделать чисто и но вы же умеете назвать один квадрат сколько 1 4 1 4 9 6 9 2 16 4 25 6 да все я понял и что вы поняли? что если квадрат он четное число то ретр будет число n в квадрат деленное на 4 да а если не четное число то надо из этого числа вычесть 1 не 1 да замечательно а как это взять формулы? вы поняли что n это n квадрат делить на 4 если n четно правильно? это n квадрат минус 1 делить на 4 если н что? n н н четно целая часть n квадрат делить на 4 абсолютно верно разумеется коротко записывается вот такой формулы целая часть числа квадрат делить на 4 потому что для четного числа n квадрат делить на 4 не нужно никакую целую часть брать а для нечетного вот надо единичку вычислить это и есть операция взять и целую часть но внимание я написал здесь равно хотя на самом деле мы доказали не это мы только доказали по ценам снизу мы доказали больше не равно это ведь мы только придумали пример конкретно граф давайте еще раз выпишем как записывается этот самый двудольный граф граф в котором нижняя целая часть n пополам в одной доле и верхняя целая часть n пополам в другой так вот такой но простите а вдруг есть какой-то другой в котором тоже нет треугольников и который при этом с большим количеством наш пример самый лучший вот это одна из самых замечательных треугольников многие люди ее решали вот так когда я был школьником решили я был очень рад решение в результате у нее придумано несколько довольно разных и мне кажется что в общем они все красивые ну все которые я знаю очень даже симпатичные что хотели я могу попробовать ну что она сам лучше пожалуйста объясняй ну чтобы тут провести еще один отрезок надо соединить либо какую-то из нижних либо две из верхних ну они одинаковые допустим мы хотим соединить вот эту и вот эту но они обе ведут какой-то верхний и получается треугольник между ними отлично отлично вот понимаете некоторые вещи можно улучшить только заново сделать понятно невозможно вот здесь картинка невозможно объяснять что мы попытаемся провести отрезок и его же нельзя провести ну и что треугольник может быть мы с самого начала так плохо проводили что уже все между прочим так бывает если берешь пятиугольник треугольник вот вы помните какой правильный затей для 5 6 а если берешь пятиугольник в нем можно провести треугольник все вот вы провели пять отрезков треугольника нет а шестой провести невозможно вот он реально вдруг так же и с этим двудольным графом молодцы вы нарисовали двудольный граф больше проводить уже нельзя все правильно а вдруг конструкция совсем другая но с большим количеством и суть какой-то пример на самом деле это мы доказали безусловно доказали но извините вдруг он с самого начала устроит бог вот он реально когда пять отрезков и к ним уже нельзя добавить без того что треугольник возник но при этом это не лучший пример потому что у нас я уже стеркнул помните был нарисован пример с шести отрезком теперь понятно отлично давайте на самом деле я не очень-то надеюсь что вы сейчас в состоянии сами придумать одно из этих приказательств потому что это действительно красивая математика и давайте давайте я сделаю так я расскажу вам я расскажу вам для начала такое доказательство просто методом как н плюс 1 а от н плюс 2 объясняем вот смотрите у нас есть некая формула f от n равно целая часть n квадрата или на 4 давайте во-первых что я хочу доказать то что больше или равно я уже доказал так квадрат что я сейчас хочу и от n меньше или равно чем н квадрат на 4 согласно потому что если n f от n больше или равно чем целая часть но при этом меньше или равно чем n квадрат делить на 4 то автоматически уже уже все так моя цель вот это так вот доказывать я это буду по индукции индукция будет от n к n плюс у объясняю сначала база база это для единицы и для двойки давайте посмотрим когда n равно единице чем уравняется целая часть 1 в квадрате 3 4 0 а правда что в нашей таблице напротив единицы написано может значит хорошо замечательно а ну даже не так надо писать на самом деле если уж совсем про это говорить то надо было просто сказать так что f от единицы это у нас 0 а 0 меньше чем 1 в квадрате а f от двойки что у нас наоборот 0 не меньше это единица нет нам надо меньше или равно а у нас 0 0 меньше или равен а да вот f от двойки единица меньше или равна чем 2 в квадрате 2 4 так и вот тебе надо сделать индукционный переход то есть представьте мы доказали для единицы и для двойки и мы перейдем от них к числам 3 и 4 а одних числа 5 шире и дальше от единицы переходим от двойки от двойки от четверки от тройки в пятерки и так далее понятно от каждого числа к большему на двойку и таким образом разумеется мы пройдем по всему паразюре значит что мы на самом деле должны доказать мы должны с вами доказать что мы хотим доказать что f от n 2 не больше чем n плюс 2 в квадрате делить на 4 только внимание не просто хотим это доказать если уже знаем что f не больше чем идея индукции в чем мы предполагаем что для n утверждение уже знаем и из этого выводим его это всегда полезно книжки прочитывать всегда полезно лекции переслушивать очень часто бывает что читаешь по второму разу или по третьему книжку и видишь то чего раньше абсолютно не видел понимаете поэтому если книжка плохая то ее лучше и первый раз не читать а если хорошая то лучше прочитать несколько раз что многие вещи увидишь мне все время вспоминать детскую историю была игра может быть я видел стеклышки там накладывать получать фигурки непрозрачные замечательно он тогда маленький стал играть идет идет уровень за уровнем идет идет дошел я не помню до девенадцать шестого или до девенадцать седьмого их всего там сто ей что-то не может сложить картинку вот пришел ко мне вот я почти все сделал у меня там предпоследняя картинка не складывается что делать помоги пожалуйста скажи как сложить ну и как ты думаешь что едет смотрите сынок все очень легко надо просто взять и пройти эту игру с первого уровня эконом weiteren 極 да ты чего я почти дошел и подумай пройдешь с первого уровня заодно научишься и пройдешь и это ну и действительно он пошел с первого уровня не помню почему он тогда согласился ну пошел с первого уровня пошел и действительно вдруг выяснилось что легко делать повторение полезно и что вам дошел да buckets идеально прозрачные стеклышки на них нарисованы разные картинки и в чем котенка она не прозрачна ты сама стекла прозрачная а там например на рисунках не прозрачный и надо положить сток так работаем вот первое то что мы писали это f от n плюс 2 это меньше или равно n плюс 2 деля на 4 это получается нет, это в квадрате ну да, то есть она отличается от f в квадрате а, n плюс 2 значит получается слушайте, вообще хорошая идея а давайте n плюс 2 возведем в квадрат просто по формуле как расходят скобки? n плюс 2 в квадрате это сколько? н в квадрате плюс 4 n в квадрате плюс 4 нет, просто если народ не понимает, как n плюс 2 в квадрате ввести, то вряд ли ему можно что-то более сложное ввести я представил это как вот есть квадрат n на n ну один из способов такой а давайте мы по единичке добавим везде тогда вот такой квадрат будет какого размера? n в квадрате n в квадрате n плюс 2 на n плюс 1 n плюс 2 на n плюс 2 да, отлично а как он получается? n в квадрате n в квадрате n в квадрате плюс 4 n плюс 4n вот эти вот штучки 4n 4n а еще? и плюс 4 и плюс 4 и плюс 4 и плюс 4 согласны? да это один способ объяснения другой способ объяснения более зонный состоит в том, чтобы взять тот же самый квадрат n на n и прибавить к нему под двойку вот так вот вот здесь вот будет квадрат 2 на 2 то есть сколько клеток? 4 4 клетки здесь будет 2n и здесь будет 2n и здесь будет 2n и большая клетка помета? 4n и в любом случае вот эта штука да, кстати, как вы сказали с использованием гудольного графа тоже запросто можно что такое n плюс 2 в квадрате? это надо взять n точек и еще 2 и здесь тоже n точек и еще 2 и тогда получается нежные точки вот здесь вот будет n квадрат связи отсюда пойдет n плюс 2 связи и еще отсюда n плюс 2 связи понятно? то есть будет n квадрат плюс 2 умножить n плюс 2 в общем, ребята, в любом случае, как ни считай но это n квадрат плюс 4 n плюс 4 согласны? так да или нет? да то есть эту формулу выделили? да отлично а на 4 выделите? ну 4 поделить ну это получается n в квадрате делить на 4 плюс n плюс 1 да это, конечно, n в квадрате делить на 4 плюс n плюс 1 значит, нужно доказать что если у вас есть граф на n плюс 2 вершин в котором нет треугольников то количество ребер не больше, чем количество ребер в графе на n вершинах плюс n плюс 1 повторяю не больше, чем количество ребер в графе на n вершинах без треугольников плюс n плюс 1 То есть n плюс 1 это 2? n плюс 1 это 8 и 2. Если n 50, тогда 50 на 1. Если n 40, вы сказали, что первое это получается n вершин 2, который и граф. Я говорю количество альопера. Еще раз, если есть граф на n плюс 2 решила, в котором нет треугольника, надо объяснить, что в нем не больше, чем n квадрата деления 4 плюс n плюс 1 ребра. И это легко. Это надо увидеть, откуда берется единица и откуда берется n. Но мы ведь тут 4n поделили на 4 и у нас... Нет, формулу никто не потребляет сомнения. Конечно, когда делишь 4n на 4, получаешь n. Когда 4, делишь на 4, получаешь единицу. Это безусловно. Вопрос, почему такая оценка на количество ребра. Он говорит, пусть у нас есть граф на n плюс 2 решила. Просто? Представьте себе, что в нем вообще нет ребра. Скажите, пожалуйста, в таком случае неравенство верно? Да. Ноль меньше или равен, чем n плюс 2 квадрата. Если в графе вообще нет, я говорю. Все классно. Ты вообще верный? Да. Значит, что есть, я говорю, вообще, в принципе, я говорю, нет, в графе нет ребра, то неравенство верно. Ноль меньше или равен. Значит, в самом лучшем графе ребра будет. А давайте возьмем одно из них. Берем одно из ребра. Всего вершин n плюс 2. То есть, если вы взяли ребра AB, то сколько осталось вершин? Одна из них. Ну, ну, ну. Всего вершин n плюс 2. n плюс 2. n. Вот эти две вершины и еще n. Так? Да. Вы согласны, что на этих n вершинах треугольников не будет? Да. Потому что, если бы там был треугольник, то и во всем графе было бы треугольник. Значит, там треугольников нет. Значит, на этих n вершинах не больше, чем f от n треугольников. Так? Да. А по предположению индукции это не больше, чем n кг. А теперь скажите, пожалуйста, может ли быть вот так? Нет. Нет. Значит, какую вершину не возьми, она соединена либо с а, либо с б, либо вообще не соединена. Она не может быть соединена с обеими. Поняли? Да. Потому что здесь у нас точек сколько? n. n. Если каждая из них соединена не больше, чем с одной из точек а и b, то вот таких ребер, их не больше, чем n штук. Вот ребер между этими двумя. То есть n плюс 1. Значит, 1 это вот это ребер. n это вот такие ребер. n квадрат делить на 4 это оценка на количество реберов вот здесь. А если ребер есть, то в таком случае их ноль штук, а ноль не больше, чем n плюс 2 в квадрате делить на 4. А если ребро есть, то мы его концы обозначаем буквами а и b. Я не обязан в качестве букв а и b взять произвольные две вершины графа. Только тебя до сети не будет. Понятно, да? Все. Итак, вот первый способ решения. Понятно? Да. Понятно. Теперь давайте я расскажу вам эту задачу по-другому. Ребята, это замечательная задача. У нее просто нет решений, и я даже не очень понимаю, какой из них лучше, какой хуже. Другое решение будет вот такое. Это вы все слышали? Я сейчас возьму граф, в котором n вершин. И то, что очень часто делают в математике. Среди всех вершин возьму вершину, из которой выходит больше всего ребра. Может быть, из какой-нибудь вершины выходит столько же, пожалуйста, но больше не из какой. То есть, вот есть некоторая вершина. Всего в графе n вершин. Из нее выходит несколько ребра. Ну, их количество, а подозначим, какой-нибудь буквы. О, аш. Не хочу. О, не хочу. Аш. Хочу, х. Хорошо? Итак, пишу. А вершина степени К. И вот дальше очень важная вещь. В степени остальных вершин не больше числа К. Могу я такую вершину взять? Да. Потому что у графа конечное число. Не страшно, будешь не хватить. Если у графа n вершин, конечное число, Да я просто у каждого посмотрю, сколько выходит ребер. И самый большой, или одну из самых больших. Одну из самых больших возьму. Так вот, все вершины графа делятся, смотрите, на какие типы. И в принципе, возможно, что есть еще какие-то точки, согласны? Да. Которые не соединены с точкой А. Скажите, пожалуйста, сколько их шуток? Их n минус k минус 1. Молодец. Конечно, их n минус k минус 1. Не соединенных. То есть, вот здесь и вранье. Понятно? Почему? Потому что всего n одна вот этих k. А если нет таких точек? Нет и нет. Это будет означать, что n равняется k минус 1. И вот теперь надо оценивать количество ребер. Скажите, пожалуйста, вот здесь вы треугольниками бываете? Нет. Нет, не бывает. Потому что у нас тогда будут треугольники. Вот здесь вы бываете? Да. Ну, может быть. Завтра. Совершенно завтра. Здесь возможно ребер. Да. Здесь вы бываете? Да. Да, бывает. Да, бывает. Все. Отлично. Значит, я могу сказать так. Ребер в этом графе не больше, чем k ребер, которые вы выходят из точки А. Плюс ребра, которые выходят из вот этих точек. n минус k минус 1. n минус k минус 1. Это количество этих точек. А сколько может из точки выходить максимум? Максимум k. Правильно. Вот если я вот так напишу, то это будет оценка. Объясняю почему. Потому что считать ребро, который выходит отсюда, не стоит. Мы посчитали все ребра, которые выходит отсюда. Понимаете? То есть в качестве, так сказать, базы мы взяли вот эту точку и вот эти точки. И говорим, что из этих точек, любое ребро должно в качестве одного своего конца иметь здесь или здесь. Потому что если у него будет здесь вот оба конца, то уже получается треугольник. Так. Ну, между прочим, если раскрыть скобки, то вы поймете, что это n минус k умножить на k. Представляете, простой способ обязал нам это сделать. Такой, что вот эта точка плюс вот эти, это n минус k точек. И с каждой выходит максимум k отрестков. Значит, всего не больше, чем столько. Ну, если угодно, расстройте скобки. n минус k умножить на k минус k и плюс k. Понятно, что получается вот это? Отлично. А это что вы проверяли? Это число n разбили на два слога имуга. k и n минус k. Их перенужили. Вот давайте поймем какое-то ответное число. Например, число 1 на этом 25. Разобьем его. 1 на 24. 2 на 23. 3 на 22. 1 на 24. 12 на 13. Из этих произведений что самая большая? Самая большая? 12 на 12. 12 на 12. Максимальная приблизительная категория. Максимальная это тогда вот эта половинка. Да. Так вот и есть. Это не больше, чем верхняя целая часть n по полам умножить на нижнюю целую часть n по полам. Правда, вы мне скажете, а как это доказать алгебраически без обращения к вот этому смыслу? То, что n минус k умножить на k не больше, чем n квадрат делить на 4. Скажите, я это не знаю. Напишу и докажу. Пишем все. n минус k умножить на k не больше, чем n квадрат делить на 4. Я хочу доказать, что это не знаю. Я другое плохо знаю, поэтому давайте умножим все на 4. Что у нас получится? 4 n минус k умножить на k не больше, чем n квадрат. Так? Да. Раскрываем скобки. 4 n k минус 4 k квадрат не больше, чем n квадрат. Все переносим в правую часть. Ноль меньше или равен, чем n квадрат минус 4 n k плюс 4 k квадрат. Кто знает, что это такое? Ну, это значит, что все, что справа, больше. Я понимаю, что это за выражение такое? n квадрат минус 4 k n плюс 4 k квадрат. Кто знает? Я даже знаю, что это очень поэтому. Да? Квадрат минус 4 k Нет, это называется легче. Ну, то есть никто не знает. Варен. Супер. Очень хорошо. Как это записать в герарической формуле? Краница в квадрате. Разность в квадрате. Да. Ну, или лучше говоря, квадрат разности. А квадрат разности чего? О, дайте аппарат выпишу. Скажите, пожалуйста, если у нас есть x плюс y в квадрате, то что это? x квадрате плюс y в квадрате. Неверно! x квадрате плюс y в квадрате и плюс 2xy. x в квадрате плюс 2xy плюс y в квадрате. Ребята, эта форма вообще-то сегодня уже была. Да, она была. Когда я рисовал, помните, квадрат? Квадрат, где с каждой стороны присоединился. Было такое? Да. Было такое. Хорошо. А здесь надо нарисовать квадрат со стороны x плюс y. И он разрезается, понимаете ли? Да. На квадрат со стороны x, квадрат со стороны y. А, получается, это будет x минус y в квадрате. И что же надо взять в качестве x? n плюс 4k. n плюс 2k. n минус 2k. Ура. n минус 2k. А, будете так записать. И, ребята, это, простите, но важнее всего остального сущного. Это одна из самых-самых простых форм школьной математики. Ее надо снять на изучение. Значит, квадрат разности. Это квадрат уменьшаемого. Минус удвольное произведение уменьшаемого и учитаемого. И плюс квадрат почитаемого. Да? Вот. Все понятно? Ну, давайте, например, будем делать. Значит, слон плюс моська в квадрате. Это квадратный слон. Плюс удвольное произведение моськи слона. Плюс квадратная моська. Согласны? Что бы это ни означало. Вместо слона и моськи можно подставить все, что угодно, и формула все равно будет правильная. Так, победа? Победа. А теперь, почему же это число не меньше нуля? А потому что квадрат вообще никогда не бывает меньше нуля. Понятно? Если у нас какое-то выражение оказалось квадратом какого-то числа, то оно не меньше нуля. Нет, превратить это в строго доказательства вообще-то тоже можно. Для этого достаточно посмотреть, что происходит с выражением, когда у вас одно число увеличивается на единицу, а другое уменьшается. Скажите, пожалуйста, а сможете вы эту задачу вообще решить без форм? Как вам сказать? То есть понятно, что вот это вот почти без форм, да? Вот. Это все понятно, это все было просто. Ну вот давайте вот это последнее доказательство, которое сейчас было. Пытаюсь рассказать еще раз, и мне кажется, что вы... Что вы кое-что сейчас поймете. Смотрите, что вы там сказали. Итак, возьмем произвольную вершину графа с максимальной степенью. Вот так? И из всех вершин максимальной степени возьмем произвольную. Понятно, как формула? Понятно. Из нее выходят трех. Замечательно. Здесь у нас какие-то точки, не соединенные с... Пока все понятно? Да. А вот, ребята, дальше замечательная вещь. Можем ли мы с вами устроить какой-то процесс, который будет превращать наш граф в двудольный? Объясняю, почему это было бы здорово. Потому что из всех двудольных графов понятно, что наибольшее количество ребер у того, у кого почти поровну в долях. Ну, строго мы это вот здесь вот доказали. Когда n-k умножали на k. Если мы докажем, что из всех графов самый-самый лучший, этот двудольный, то в таком случае мы получим решение вот даже без индукции. Да, что там? Ну, из-за вот этого надо саму вершину а отнести к доле, с которыми она не связана. Ну, вы имеете в виду, что вот эти, с которыми она не связана, можно нарисовать около нее. Да. Ну, это, конечно, пожалуйста. Только граф от этого двудольным не стал. Вот здесь вот есть какие-то точки, не соединенные сетки. Граф от этого не стал двудольным. Что такое двудольный? Двудольный, это если вот эти между собой никак не соединены. А вообще-то они могут быть соединены. Вот представьте себе, здесь вот запросто может быть ребро. Если у нас здесь есть ребро. Может ли тогда и здесь, и здесь быть ребро? Нет. И мы можем с вами сделать замечательное. Вот если у нас есть здесь ребро какое-то, а вот этого ребра нет, то мы можем перебросить, стереть вот это ребро и наоборот провести здесь. Вот теперь вопрос. Может ли у нас после этого возникнуть треугольник? Смотрите, вот ведь между этими не было ребер. Нигде. Вот здесь вот ребер вообще нигде нет. Никакие две из этих. Вершин не соединенные, потому что здесь был треугольник. Когда вы, вот здесь было ребро, а вы его заменяете на такое. Как может возникнуть треугольник? Если из А в лево точно ребро. Из А сюда шло ребро. Да. Но не могло идти, потому что вы как раз специально сказали, так что взяли вершину, из которой выходили ребра. Ну, я думаю, что вот рядом с точкой, которая... Вы делаете такую штуку. Взяли какое-то ребро здесь, которое было. Не может быть, чтобы оба были, поэтому одного из них нет. Вот то, которое нет, рисуете, а это убираете. А мы можем два добавить? Нет, рисуем одно ребро. Итак, согласны? Да. Итак, чтобы это ребро было стороной треугольника, ну, как бы могло быть? На самом деле могло быть вот так вообще. Подублите. Ну, тут нет, потому что мы делаем вот это вот с фоксием. Нет. Мы вот здесь вот ребро убрали. Здесь его не было. Здесь было. Здесь было. И вообще-то происходит беда. Происходит беда, потому что мы вот это вот... Как у нас было? У нас была такая картинка. Вот здесь вот было, здесь не было. Да? И мы вот это ребро убираем, а это рисуем. Получается, получается какая-то беда. Получается безобразие. Ну, я такое же хотел сказать, но только тогда надо было два ребра нарисовать. Ну, не важно, проблема есть. Но если мы с вами чуть-чуть еще подумаем, и все-таки научимся произносить правильные слова, правильно перебрасывать эти ребра, то мы докажем, что двудольный граф является самым лучшим. И это будет здорово. Какие же ребра можно перебрасывать? Если здесь два ребра соединены... Два ребра имеют общую вершину. Два ребра имеют общую вершину, именно двудольную. Если тут есть вершина... Ой, ребра. Да. То, если мы вот эту стираем и делаем сюда, то это может быть опасно. Поэтому, если из вершины выходят два ребра, именно в одной доле, то менять опасно. Так, очень хорошо. Вы правильно говорите. И значит, что надо сделать? Значит, либо не перебрасывать, либо убрать оба ребра. Не понимаю. Что такое убрать оба? Ну, то есть, истереть и это, и это, но вместо этого одно и сделать. Так, нельзя. Уменьшать количество ребра нельзя. Наши операции должны все время приводить к неизменению, к неизменению. Так, надо убрать оба эти ребра. Или из двух краев пересединить. Не понимаю. Можно просто добавить еще одну? Ребята, а смотрите, я же нельзя говорил, возьмем вершину наибольшей степени. Я говорил это? Да. Отлично. Вот здесь вот у нас, в этом графе, пусть есть какая-то вершина. Какая-то вершина В. из нее выходит одно или несколько, или ноль, так? Да. Ну, если ноль ребер, то это лучше всего. Понятно почему? Да, потому что, если из этой вершины вообще не выходит ребер, то просто мы ее выбрасываем, да и все. Правда, возможно, что еще так соединено с несколькими, да? Да. Ситуация такая? Да. Но скажите, пожалуйста, а всего ребер, выходящих из этой вершины, сколько? Меньше, чем Ка. Не больше, чем сколько выходит из точки А. Ка. Пока понятно? Ка или меньше? Ка или меньше. Да. Слушайте, а что будет, если я сразу все эти ребра зачеркну, но за это соединю эту точку всеми точками здесь? И так ее степень станет равна К. Да, это то же самое, что А. Я зачеркнул все эти ребра, поэтому с этими она больше не соединена. Ее рядом с А можно поставить. Правильно? У нее степень стала равна К, и она теперь не соединена с этими, но соединена со всеми этими. Это хорошо. Да, да, да. После этого я беру еще какую-то вершину. И за что? Она может быть соединена с некоторыми этими, может быть соединена здесь, и я опять все вот эти себя закидываю, а соединяю ее сюда. Два один графа получился. Нет, не сразу. Но после того, как я сделаю так со всеми вершинами, у меня все ребра отсюда перейдут сюда. И я получу, может быть, у меня иногда будет увеличиваться. Все n будут соединены с k? Нет, не n. n-k. n-k будет с n-k. Получится полный граф на вот таком множестве. А не нравится, можно проверять, что это не больше. Вот вам третье решение. Понятно? Теперь у нас осталось 8 минут от занятия. И давайте я оставлю задачу. Я не верю, чтобы ее решить. Но очень полезно, если вы неделю проходите, пытаясь как-то ее решить. Называется теорем Туран. Кого? Ту-ран это фамилия. Туран. Туран. Туран это фамилия. Если Вася, это теорем Васи. Ну, как вы в смысле положены. Вот. Этеорем значит так, что если у нас запрещены полные графы на четырех вершинах, то максимально возможное количество риопер когда получается? Подумайте. А можно еще раз сначала? Запрещены не треугольники, треугольник называется котли, а запрещен граф А4. А четырехугольник полный четырехугольник. Каждый из каждого. Не просто четырехугольник, а четырехугольник диагональник. Запрещен, если полный граф на четырех решим запрещен. Каждый из каждого. Да. То в таком случае как получить наибольшее количество рёбер? А вот как? Надо разбить наши n точек на три почти равные части. Почти равные значит разница между любыми двумя не больше единицы. Ну то есть если она делится на натрии, то n натрии, n натрии, n натрии. Если n дает остаток один, то в одной нитю больше, чем в других. Если остаток дает два, то есть две формулы, и у них нитю больше, чем в других. то то каждый дает отсюда сведения сюда и сюда сюда. И более если взять запретить полный граф на свер вершинах, то что надо делать? 3 на 4. Согласитесь, что это мощная тярьма. Очень удивительный опыт, доказательство. Нужно суметь как-то перебрасывать вершину, и постепенно количество ребер будет либо оставаться прежним, либо увеличиваться, и постепенно дойдем до такой картинки. То есть он делает, так сказать, уже не двудольные, а трехдольные графы. Да, надо как-то получать трехдольные графы. Вот. Представьте себе, что в графе на n вершинах у нас есть вот столько ребер. Техдольные графы на n вершинах имеются вот столько ребер. Вы понимаете, что в таком случае хотя бы один треугольник обязательно будет? Да. А у нас есть вот так. Да. А у нас есть вот так. При этом, если у вас есть вот такой треугольник и такой треугольник, то это два треугольника. То есть треугольника могут иметь и общий ребер. Ну, два не бывает. Потому что если двух треугольников два общего ребра, то есть один тот же треугольник. Покажите. Покажите. Слушайте, у вас есть фантастические представления о реальности. Покажите. Ну, если взять... Нет, это невозможно. Нет, это уже не треугольник. Это дугоугольник. Это вот то, что я нарисовал вообще? У вас между двумя вершинами может быть максимум одно ребро. Не бывает, чтобы вершина была соединена... Сейчас мы рассматриваем графы без кратных ребр. Вообще, в принципе, иногда имеет смысл рассматривать графы, в которых между двумя вершинами может быть несколько ребр. Если вы нарисуете тот самый двудольный граф, то, проведя ребро, вы получите самое меньшее, сколько треугольников. Это правильно. Но почему именно для двудольного графа количество треугольников будет наименьшее? В общем, не очень понятно. Подсказка. Я умею это доказывать индукцией по n. И тоже индукцией от n к n плюс 2. То есть надо опять взять ребро, а дальше думать. Тут для меня главное, чтобы вы, если будете пытаться ее решать, не разочаровались бы в себе. Потому что, поверьте, это по-настоящему тяжелая задача. Если не решите, не плачьте. В свое время на Малом Мехмате была прочитана часовая лекция, целиком освещенная теорией Мактурана и разным ее вариантом. Причем интересные варианты были очень простые. Подставлялись числа разных в теорию Мактурана и удивительным умыслом школьники каждый раз ее не узнавали. Причем, заметьте, что Викторий Малом Мехмат, он вообще-то для старшеклассников, но тем не менее. Причем началось 15 лет. Продолжение следует...